У нас есть мой хороший друг Джордан Максвелл. Добро пожаловать на шоу, брат. Ну что же, спасибо, что пригласили меня. Я ценю это. Если бы, если бы не вы, многие из нас не занимались бы тем, что мы делаем. Я разговаривал с вами несколько лет назад, когда сомневался, стоит ли продолжать заниматься музыкой, в которой говорилось об инопланетянах, оккультизме, ангелах и тому подобных вещах. Меня демонизировали. Мои друзья-христиане смеялись надо мной. Я попал в ад. Они назвали меня поклонником дьявола, и я собирался бросить все это. Я хотел быть принятым среди своих сверстников, но потом мне позвонил Джордан Максвелл, который посоветовал мне сохранять веру, продолжать делать то, что я делаю, и не беспокоиться о том, чтобы угодить кому-то еще, кроме делать то, что справедливо по отношению ко мне. Так что все, кто является поклонниками моей музыки и того, что я делаю, не были бы настоящими искателями, не было бы так много других людей, если бы не Джордан Максвелл, чувак. Большое вам спасибо за то, что вы здесь. Ну что же, спасибо вам, спасибо вам. И просто запомните, что говорится в Священном Писании о новозаветной истории Иисуса. Он пришел, чтобы просветить мир, и в итоге из-за своих друзей и сложившейся ситуации его пригвоздили к кресту, и он сказал, что они со мной сделали, что они с тобой сделают. А если бы вы были частью того, что они собой представляют, если бы вы были частью их, если бы вы бежали вместе с ними, и они любили бы вас, и вы любили бы их, и все были бы счастливы. Но если вы хотите следовать тому, что является истинной правдой, просто помните, что они сделали, чтобы стать такими, и что они сделают с вами. Это история, история нашей жизни, не так ли? Вот и все. Это название мелодии «Война между светом и тьмой». Итак, если вы хотите, вы хотите бегать со своими друзьями, и вы хотите, чтобы вас принимали, тогда просто откройте свою голову, извлеките свой мозг наружу. И продолжайте пить свое пиво, устраивать свои вечеринки, и свое катание на скейтборде, и прочая ерунда, которой увлекаются дети. Но если вы хотите повзрослеть и взглянуть на реальный мир, в котором вы действительно живете, что же, вам придется заплатить определенную цену. То, что они сделали со мной, они сделают и с вами. Вот так. Это правда. Таковы наши обещания. Например, когда я был в христианской церкви, нам давали книги библейских обещаний со всеми этими потрясающими благословениями, которые являются позитивными утверждениями того, что священные писания говорят о нас. Но ведь обещания оборачиваются преследованиями. Обещания заключаются в том, что все, кто живет благочестиво во Христе Иисусе, будут страдать от преследований. Почему церкви не подвергаются преследованиям? Да. Но именно такие люди, как вы, подвергаются преследованиям, чувак. Это верно. Я имею в виду, что я потерял свою жену, свою семью, я потерял все, что у меня есть. У меня есть враги, которые крадут все, что у меня есть. У меня есть люди, которые публично унижают меня и ограничивают мое присутствие на земле, обзывают меня и воинственно осуждают. Я только что открыл банку с червями для себя. Но с другой стороны, в истории есть и другие важные люди, которые пришли просветить своих ближних и умерли нищими, прячась на кресте. И я так понимаю, что это так. Если вам нужно название, то у вас есть игра. Если вы хотите плыть по течению и быть таким, как все остальные, тогда все остальные будут любить вас. Я не могу вам этого сказать. Если уж говорить правду, то просто остерегайтесь, что вам придется за это заплатить. Я не могу сказать, чтобы в христианских кругах вам понравилось упоминать ваше имя, делиться вашей работой, которая так открыла мне глаза и была удивительной для меня. Нас демонизировали только за то, что мы были связаны с вами. Нас демонизировали за то, что мы были связаны с вами. И когда мы упоминаем ваше имя, даже сейчас в христианских кругах все еще говорят, о боже, они не видят связи. Но лично я, Джордан, вижу связь между вами и личностью Иисуса. Я чувствую, что вы перекликаетесь с Иисусом. У меня нет ощущения, что вы ненавидите Христа или хотите осудить Иисуса. Я вижу в вас человека, идущего по стопам Учителя. Я не вижу в вас человека, который преследует верующих и тому подобное. Я вижу, что мы с вами в одной команде. Да, все, что я делаю, это то, что, как я видел, нам следует делать в Священном Писании. Мы должны противостоять злу, разоблачать его и не иметь с ним ничего общего. Еще раз повторяю. Нет, я точно не знаю, что произошло. Хорошо, все в порядке. Подождите, дайте мне еще раз увеличить громкость. Хорошо, вы меня слышите? Да, я вас слышу. Хорошо, все в порядке. У нас все должно быть хорошо. Надеюсь, в конце я действительно смогу собрать все это воедино. И это было то, из-за чего в прошлый раз, когда я разговаривал с вами, у меня возникли проблемы с YouTube, где мы ведем трансляцию. У меня были проблемы с YouTube, мой канал закрыли, и мы говорим о том, что когда вы делитесь такого рода информацией, правдой, истинной природой, реальности и истинной духовностью, вы получаете мишень за спиной даже от левых людей, таких как YouTube, и некоторые из этих людей немного болтают. Насчет этого, у меня весь мой канал забит этим контентом. Ну, знаете, это просто исполнение пророчества. Я имею в виду, Иисус сказал, что если они послушали меня, то они послушают и вас. Так вот, они не послушали его, поэтому они пригвоздили его к кресту, плевали на него и избивали, пока он, наконец, не умер. Так вот, он сказал, что то, что они сделают со мной, они сделают и с вами. Каковы ваши отношения с Иисусом? Например, так, что же Иисус значит для вас духовно? Вам придется прибавить громкости. Я едва-едва вас слышу. Что Иисус значит для вас в духовном плане? Иисус важен для меня, а я занимаюсь теологией и религией всего около 56 лет. Я путешествовал по миру и изучал теологию и религию по всему миру. И поэтому я понимаю эту историю. Но это так. Эта история была неправильно переведена и неправильно понята с самого первого дня. И поэтому я понимаю, что Иисус был метафорой для меня. Не важно, жил ли когда-либо сам этот человек или нет. Важно то, что он сказал. Да? То, что произошло, это метафора. Это символическая история. И именно поэтому Библию называют величайшей историей, когда-либо рассказанной. Это величайшая история, когда-либо рассказанная. Почему? Потому что это единственная история, которая когда-либо была рассказана. Это война между невежеством, злом, тьмой, ложью и обманом, или правдой и светом. А истина и свет никогда, никогда не были любимы людьми. Вспомните то местописание в Новом Завете, где говорится о правителе Иудеи. Не могу точно вспомнить, но мне вдруг вспомнилось, что великий правитель созвал всех жителей города и собрал всех вместе. И он сказал, согласно вашим обычаям, я могу освобождать одного заключенного каждый год. Итак, сегодня слева от меня сидит ворава, которого все знают как преступника, вора и лжеца, и именно поэтому он находится в тюрьме. Потому что именно таким он и является как преступник. А потом на 1 мая у меня будет Иисус из Назарета. Они оба заключенные. Так что согласно вашим обычаям, я могу освобождать по одному из них каждый год. Итак, вот они. Какой из них вы хотите? И Священное Писание говорит об этом в один голос. Между нами не было разногласий. Весь народ в один голос сказал, отдай нам вораву. Это символическая история, то, что мы называем метафорой. Это просто констатация чего-то очень простого. Когда мир человечества, ваш город, ваша страна, ваша семья, ваша церковь, когда вы собираете всех людей вместе и говорите. Вот ложь, обман и все это красивые вещи, которые людям нравится слышать, и вот настоящая правда. Какой из них вы хотите? Ну что же, все в один голос сказали, отдайте нам вораву. Это означает, что это символическая история, рассказывающая вам о том, что когда люди сталкиваются с ложью, обманом, что они спали всю свою жизнь, понятия не имея, что происходит, они становятся нет. Нет, это не так. Они не информированы, они не духовны. Они религиозны, но они не духовны. Так же, как и Аль-Каида религиозна, но они не духовны. И вот, когда вы наконец подошли к тому моменту, когда перед вами встал вопрос. Хотите ли вы, чтобы ворава, которого вы знаете как лжеца, был вор и преступник? Или ты хочешь Иисуса, истину и свет? Все скажут, нет, отдайте нам вораву. Так что это вам о чем-то говорит. Люди этого мира не хотят слышать правду. Истина их не интересует. Они заинтересованы в своей собственной религии. Арабам наплевать на евреев. Евреям наплевать на христиан. А христианам вообще ни до чего нет дела. Все, что они знают, это то, что у них есть вся правда и ничего кроме правды. А все остальные могут отправляться к черту. Ну что же, это то же самое, что говорит Аль-Каида. Да? Это то же самое, что говорит ИГИЛ. Именно здесь происходят все эти религиозные махинации, крупнейшие религиозные махинации. Я имею в виду, когда вы смотрите, как все эти постыдные, инфантильные телевизионные проповедники прыгают по сценам, плюются и их тошнит. Они падают навзничь, танцуют по кругу и зарабатывают миллионы долларов на этом. Легковерные. Это сбывшееся пророчество. Мы живем в последние дни. У вас когда-нибудь были какие-нибудь стычки с кем-нибудь из этих парней в прошлом? С некоторыми из телевангелистов и известных проповедников? А папа римский католик? Мальчик, а я когда-нибудь был католиком? Вы можете вспомнить кого-нибудь из них? Был ли кто-нибудь с Бенни Ханом или с кем-то из этих парней? Нет ни с кем из них, потому что никто из этих людей не хочет со мной разговаривать или даже приближаться ко мне. Почему? Все просто. Они знают, что я знаю. Да? Они не собираются поднимать эту тему, чтобы позволить мне раздеть их на публике. Они и не собираются этого делать. Нет, спасибо. Мы просто скажем Джордан Максвелл, поклоняйся дьяволу и все. Держись от них подальше. Да? Потому что они знают, когда люди начинают переходить к более серьезным вопросам. Давайте просто остановимся на этом. Задавайте более серьезные вопросы. Потому что Иисус говорит, что если вы просите, ищите и стучите, он сказал, что дверь будет открыта для вас. Поэтому они не хотят, чтобы вы задавали более серьезные вопросы о реальности, об инопланетянах, о духовности и экстрасенсорных способностях. Да? Они хотят сохранить это в тайне, чтобы иметь возможность контролировать вас. Это очень, очень печально. Это культура. Это культура. Начиная с 4 века нашей эры, примерно с 325 года нашей эры, христианство было кодифицировано в качестве религии. Когда-то наше первоначальное христианство было основано на духовности и духовном понимании Вселенной, а также на мрачных высказываниях. Подобных тем, что Иисус говорил метафорами, как сказано в Священном Писании. В нем говорится о том, что не существует, а какое слово используется при этом. Иисус не говорил без метафоры. Об этом говорится в Священном Писании. Он говорил странным образом, чтобы люди могли это понять. Но когда вы... Теперь, когда вы смотрите на религию и христианство, иудаизм и ислам примерно с 4 века, примерно с 325 по 330 год нашей эры до сегодняшнего дня. Все это относится к корпоративному бизнесу. Мы говорим о деньгах, сексе, наркотиках и рок-н-ролле. Бизнес не имеет никакого отношения к духовности, к человеку по имени Иисус, или к стремлению к мудрости, знаниям и пониманию. И есть Священное Писание, в котором говорится о том факте, что однажды дети пришли к Иисусу, и апостол сказал, нет, 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 не говорите об этом, к мастеру, оставьте его в покое. И Иисус сказал, нет, если вы не придете ко мне таким образом, они дети царства. Это метафора. Это символическая история, говорящая о том, что если вы не смиренны, если вы подобны фарисеям, горды и самонадеянны, потому что у вас есть истина. У вас есть истина, и на вашей стороне кесарь, и все люди любят вас, и они поклоняются вам, и целуют ваше кольцо, и посылают у тебя есть деньги. Вот так. Но если вы похожи на фарисеев, Иисус сказал, да, снаружи вы выглядите святым и говорите очень свято, но внутри вы всего лишь куча костей мертвецов. Это разврат. Почему? Потому что по их плодам вы узнаете их. Взгляните на сегодняшнее христианство в Америке. Оно настолько разделено. Все христианские церкви ненавидят друг друга. Апостол Павел сказал, что вы все должны говорить в единстве. Нет, ни одна церковь не говорит о единстве. Свидетели Иеговы говорят, что католики сумасшедшие. Католики говорят, что свидетели Иеговы или мормоны сумасшедшие. А евреи говорят, что арабы это зло. Арабы говорят, что христиане это зло. Все обзывают друг друга. Все ненавидят друг друга. Ну что же вы узнаете их по их плодам? Так что, что касается меня, я предпочел бы прожить свою жизнь и страдать от последствий, которым учил великий учитель и которые я знаю. Я ничего не подозреваю и не думаю. Я знаю. И в этом вся разница. Церковь не заинтересована слушать людей, которые сами общаются с Духом и понимают мир, в котором они живут. Церковь в этом не заинтересована. Церковь хочет, чтобы вы знали, что они являются авторитетом. Они фарисеи, саддукеи, писатели, и они же книжники. Книжники, слово книжник употребляется потому, что они пишут священные писания. Книжники пишут. Они переписывают священные писания. Вот откуда взялось это слово. Так же поступают фарисеи и книжники. Ну что же, писцы были святыми писцами, людьми, которые пишут священные книги. А фарисеи были законниками. Так что сегодня мы живем в таком мире. Юристы, церкви, корпорации, просто тупицы, которые считают себя святыми и пишут свои священные книги, сотни и тысячи священных книг. И сегодняшние люди, из-за всех священных книг, которые были написаны в христианстве, сегодня люди не знают, что происходит. Христиане не имеют ни малейшего представления о том, что происходит в мире. Почему? Потому что у них есть 600 различных священных книг, и все эти замечательные духовные книги, которые можно найти в религиозных книжных магазинах. Но никто не хочет слышать настоящую правду. Суть в том, что это религия. Это не имеет ничего общего с духовностью. И по сути, в качестве метафоры религия говорит Богу, дай нам вараву. Мы не хотим слышать никакой правды в свете. Пригвоздите его к кресту гвоздями. Так что по их плодам вы узнаете их. Мы все очень религиозны, и сегодня мы наблюдаем конец цивилизации с ложью, обманом, кровопролитием, наркоманией. Бандитскими войнами, корпоративной преступностью. Изнасилованиями, убийствами детей, женщин, их браки рушатся. Расстаемся. Вы узнаете их по плодам, которые они приносят. Вот почему Иисус так поступил. И вот почему в Писании сказано, выйдите из нее, народ мой. Если вы не хотите страдать, что же тогда произойдет? Вам лучше уйти от нее, мои люди. Он не сказал, всем вам, буддистам и индуистам, лучше выйти. Нет, он сказал, выйдите из нее, мой народ. Что это такое? Вавилон Великий. Да? Что такое Вавилон Великий? Вавилон олицетворял религию. Религия, корпоративность, деньги, секс, власть, царствование, вся грязь человеческого общества. Это Вавилонское столпотворение. Вавилонское столпотворение было грязным с самого первого дня. И вот почему, если вы прочтете священные писания, которые пришли из Вавилона, такие как Вавилонский тауб и Вавилонские религии Финикии, Хананеи, Шумеры, тогда вы начинаете понимать, что весь мир находится во власти лукавого. Это касается всего мира и этой горстки людей. Вы же знаете, что он этого не делал. У Иисуса не было 46 миллионов последователей. У него было всего 12. И эти 12 умерли ужасной смертью. Таким образом, метафора или символическая история заключается в том, что если вы заинтересованы в правде, вам придется заплатить определенную цену. За то, что они сделали с мастером, они сделают и с вами. И теперь вы внезапно начинаете понимать, что это не так. Это больше не весело. Нет, и чем дальше, тем веселее будет становиться. Вы проснетесь и обнаружите, что весь мир находится во власти лукавого. Позвольте мне спросить вас, Джордан, вы говорите, что это весело. Но было ли это вообще весело? Вам понравились некоторые события, которые вам посчастливилось увидеть? Это больше похоже на бремя, или в то же время они дороги вам? О нет, нет. Во-первых, у меня были необыкновенные переживания, духовные переживания, которые... Таковы. Они бывают светлыми и темными. Но их нельзя назвать сверхъестественными. Это... Это неправильный термин. Я вырос на слухах о том, что существуют сверхъестественные силы. Нет, сверхъестественное просто означает сверхъестественное. Это просто означает, что это естественно, но это очень естественно. Так что это сверхъестественное. Правильный термин прета. Прета-естественно. Прета-естественно означает не от мира сего. Это не соответствует тому, что вы знаете о реальности. Да? Это нечто сверхъестественное, не от мира сего. Так что в моей жизни было множество сверхъестественных событий. И у меня не было ничего, кроме душевной боли, трагедии и воинственности, а люди пытались уничтожить мое имя, мою жизнь, дело всей моей жизни и мою репутацию. Почему? Потому что я хочу знать правду. А настоящая правда в том, что вы не хотите этого знать. Почему? Потому что вы не можете смириться с правдой. Как вы думаете, почему они показывают подобные вещи в фильмах? Вы знаете, так оно и есть. Что же это такое? Теперь я понимаю, что происходит. И стране Америки пришел конец. Все началось давным-давно на основе концепции христианства. Посмотрите, во что христианство превратило Америку. Сегодня это происходит во всех церквях. И это одна из самых важных вещей, о которых я говорю, это слова. Откуда берутся слова? Вы ставите букву С перед словом Слова. И оно превращается в меч. Как только вы начнете изучать этимологию используемых слов, терминов, концепций и фраз, вы будете шокированы, узнав, насколько глубоко вы забрались в кроличью нору на самом деле. Когда вы говорите о посещении церкви, люди в этом мире понятия не имеют, откуда на самом деле взялось слово церковь. И когда вы выясняете это, и когда вы проводите исследование, как я, потому что вы хотите знать, и когда вы выясняете, что на самом деле означает слово церковь. И когда вы проводите исследование, как я, потому что вы хотите знать, и когда вы выясняете, что на самом деле означает слово церковь, и когда вы откуда это на самом деле взялось, тогда тебе вряд ли захочется ходить в церковь. И когда вы узнаете, что означает слово Христос, то поймете, что Иисус был Христом. Но когда вы узнаете, что означает слово Христос, вы не захотите иметь с этим ничего общего. Как только вы проснетесь и начнете тщательно изучать этимологию слов и терминов, вы начнете понимать, что религия разрушила человеческую семью. И именно поэтому все религии в мире, как сказал великий учитель, весь мир находится во власти лукавого. Он не сказал весь мир, кроме Филадельфии, или весь мир, кроме Мобила, штат Алабама. Нет, весь мир, включая вас. Точка. Конец предложения. Ну что же тогда это означает, что ничто в этом мире не поможет вам понять Бога, потому что Бог, это просто слово собака, написанное наоборот. Это всего лишь бизнес. Так что как только вы начнете видеть, что на самом деле происходило всю вашу жизнь, и вы купитесь на это, и если вы никогда не осознавали реальной истории мира и того, откуда вы на самом деле пришли и куда направляетесь, нравится вам это или нет, то вы начнете понимать, каким на самом деле было христианство. Так вот, проснитесь. Это огромная разница. Да, избавьтесь от нее, мои люди. Существует огромная разница между духовностью, которую практиковал Иисус, и которую проповедовал Павел, и тем, что мы имеем сегодня. Людям нравится говорить о Павле свысока и говорить, что это религия. Я не верю Библии и всем этим вещам, но когда мы переходим к некоторым переживаниям, которые пережил Пол, этот парень совершал путешествия на небеса туда и обратно, слышал голоса ангелов, был способен ощущать духи в царстве духов. Расскажите немного об этом, потому что я знаю, что у вас были кое-какие встречи. Они спасли вам жизнь. Да, и это продолжается постоянно. Я вижу это каждый день. Я вижу, как что-то происходит, потому что у меня есть глаза, как сказал Иисус. Есть ли у вас глаза понимания? Потому что, по его словам, главный учитель сказал, что у вас есть глаза, но вы не видите. У вас есть уши, но вы не слышите. И своим сердцем вы этого не осознаете. Так что вы можете отправляться в Вавилон и болтать о своей религии сколько угодно, но у вас есть глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат, и ваше сердце не понимает этого. Вы не понимаете, что происходит. Вы думаете, что знаете. Но затем нам говорят, что сатану, величайшего противника истины в мире, называют князем тьмы. Почему сатану называют князем тьмы? Просто потому, что когда вы находитесь в темноте, вы не знаете, что делаете. Но если вы крепко спите, и вы очень устали, и вы смертельно устали, и вы крепко спите. Кто-то тихо проскальзывает в вашу спальню и включает 600-ваттный шар прямо рядом с вашей кроватью. Голова, когда вы спите, включает лампочку мощностью 600 ватт, и вы пугаетесь. И ваша первая реакция такова, я не хочу этого видеть. Я не могу с этим смириться. Здесь слишком много света. Ну что же люди, которые наполнены светом, как сказал Иисус, являются светом для всего мира. Но если вы действительно являетесь светом, мир скажет, я не хочу этого слышать. Это уже слишком. Почему? Потому что он слишком гениален. Гениальный — это слово, которое мы используем по отношению к интеллектуальному и духовному просветлению. Так что если вы действительно просветлены духом, люди скажут, я не хочу этого слышать. Это слишком ярко для меня. Он слишком яркий человек. Я не хочу видеть правду. Я не хочу слышать правду. Я совершенно счастлив, когда крепко сплю, потому что я доверяю своей религии, я доверяю своим религиозным лидерам, книжникам, фарисеям и саддукеям, и я счастлив с ними. И у них есть истина, и они знают все, что нужно знать, и они любят меня, и я люблю их, и я отдаю им свои деньги, а они отдают мне быка. И мы все очень счастливы. А теперь вы приходите и включаете 600-ваттную лампочку, и моя жизнь, когда я крепко спал, становится совсем не смешной. Это совсем не смешно. Таким образом вы наживаете себе врагов. Почему? Потому что вы меня разбудили. Я крепко спал, был счастлив и восхищен, а теперь вы разбудили меня светом. Нам не нужны восторги. Дайте нам вараву. Нас не интересует истина. Нас не интересует духовность. Ну, я имею в виду, что священные писания изобилуют такого рода рассуждениями, говорящими вам, знаете ли, если вы считаете себя святым, если вы думаете, что у вас есть истина. Да, что же, однажды ты скоро умрешь. И когда ты это сделаешь на другой стороне, ты поймешь, сынок, что у тебя никогда не было правды. Вот почему в священном писании говорится, что Иисус сказал, отойдите от меня, вы творцы беззакония. Вы никогда не знали меня. Поэтому, когда вы умрете, вы предстанете перед своим Создателем и скажете, о, взгляните на это. Разве я не сделал этого имя вас? И разве я не купил церковь и не заплатил деньги и не пожертвовал деньги церкви и не накормил бедных? А в Библии говорится, что великий учитель Иисус сказал, я никогда не знал тебя. С самого первого дня я никогда не знал тебя. Ты никогда не был в моем присутствии с того дня, как родился. Так что возвращайся со всеми своими друзьями в церковь, потому что ты меня не слышал. Я сказал, убирайтесь из нее, мои люди. Но вы не послушались, потому что у вас есть глаза, которые не видят, уши, которые не слышат, и сердце, которое не понимает понимания того, что здесь происходит. Итак, если сатана или дьявол является богом этого мира, то все, что имеет отношение к этому миру, с твоими друзьями в этом мире, с твоей работой в этом мире, с твоим положением в этом мире. Сатана это бог этого мира и точка. Конец предложения. Спасибо вам и до свидания. Все кончено. Так вот, если вас принимает весь мир, и у вас есть большое собрание из тысяч людей, и вы летаете на своем реактивном самолете со своими парнями и подружками, то это значит, что вы можете быть признаны во всем мире. Нет, это правда. А потом? С вашими женоподобными стрижками и гомосексуалистским образом жизни, когда вы живете в роскоши, вы уже полностью заплатили за это. Но ваша задница будет в беде, когда вы покинете этот мир. Но вы скоро узнаете об этом. В Священном Писании сказано, что все, кому поклоняются народы, являются демонами. Это дьяволы и бесноватые. Да, именно так. Именно в этом суть всех войн. Вот для чего нужны все эти знаки, отличия и значки. Все они являются жертвоприношениями древним богам этого мира. Молох, Вал, все эти ребята до сих пор процветают за счет поклонения и кровопролития. Я знаю, что вы упомянули об этом. Чем больше мы меняемся, тем больше остаемся прежними. Вы упомянули о кровожадных богах народов и тому подобном, и о том, как все это связано с кровопролитием. Это так забавно, потому что, когда мы говорим о христианстве, как и многие люди из движения за истину, и духовные люди, они такие. Я уже отошел от христианства. Я, знаете ли, увлекаюсь религией и культурой майя, но это не похоже на то, что эти люди совершали человеческие жертвоприношения. И к тому же они были такими же отвратительными, как вы знаете. Все древние народы приносили жертвы и приносили кровь своим богам. Конечно. Я имею в виду майя и ацтеков. Они приносили человеческие жертвы. Помните? Именно человеческие жертвы. Возьмите обычного человека, и он прожил бы хорошо целый год. Суть в том, что жертвенный ягненок прожил бы хорошо целый год. Все было бы хорошо. Он жил бы как король. А затем, по истечении этого срока царствования, его положили бы на платформу пирамиды, и они действительно разрезали бы его на куски. Его сердце разрывается. Они бы вскрыли ему грудную клетку, засунули руку внутрь и вытащили сердце, а затем принесли бы его в жертву Богу Сына. Богу Сыну. И поэтому Сына стали называть Сыном Божьим. И таким образом они отдали свое сердце Сыну Божьему. Итак, сегодня я отдал свое сердце Сыну Божьему. Но я предпочитаю отдать сердце кому-нибудь другому. Вот и все. Только не мне. Да, я вас понял. Я предпочитаю держать свое сердце там, где оно есть. Это помогает мне выжить. Если мы собираемся отдать чье-то сердце Богу, давайте отдадим ваше сердце вместо моего. Итак, как только вы поймете, что это та часть тела, где находится ваше сердце. И помните, что оно находится с левой стороны. Слово «левый» на латыни означает «зловещий». Так что как только вы отдадите свое сердце Сыну Божьему, Он станет светом для всего мира. Конечно же, Солнце это свет для всего мира. И как только вы отдадите свое сердце Сыну Божьему, свету мира, Он станет вашим Искупителем. Он сказал, что вернется. Он ваш воскресший Спаситель. Именно это Его Сын делает каждое утро. Это всплывает само собой. Это возвращается само собой. И точно так же, как вы видели, как Он улетел на облаке, Он вернется на облаке же. Именно это и делает Солнце, летает впереди. Каждую ночь оно улетает на облаке, и каждое утро, смотрите, не возвращается ли оно на облаке. Таким образом, вся история Иисуса была превращена в метафору. Да? И вот сегодня мир купился на эту метафору. Как и арабы, так и евреи, так и весь мир находится во власти лукавого. У нас в чате появилось несколько вопросов, и я хочу обязательно задать некоторые из них. Здесь есть несколько фанатов, которые хотят узнать ваше мнение об Лавадской, потому что они знают, что вы поклонник ее творчества, и что ее работа значит для вас. Я не поклонник Левецки, но когда я выступаю перед аудиторией, кто-то упоминает ее интеллектуально, я понимаю, что это не так. Я знаю, кто она такая. Я читал ее работы, и поэтому я достаточно умен, чтобы понять, о чем она говорила, откуда она была родом, ее культуру, и что она делала. Никто не говорил, что я любил ее и следил за ней, но я не дурак. Я точно знаю, что она делала. Я точно знаю, что она говорила, и я это понимаю. И поэтому я просто пытаюсь быть честным. Ну что же, в последний раз, когда кто-то был честен, его пригвоздили к Христу. Так что, когда я слышу слово Блавецкий, я прежде всего понимаю, что она не была глупой. В Священном Писании говорится, что демонический мир существует. Есть очень уместное местописание, где говорится, что сыны этого мира, или сыны этого мира, мировой системы, мудрее детей света. Это означает, что люди, управляющие этой планетой, намного-намного умнее, чем вы когда-либо будете. Так что, если вы думаете, что собираетесь сразиться с князем тьмы, вам лучше вернуться и сделать свою домашнюю работу, потому что у вас нет того, что для этого нужно. Вы недостаточно умны, чтобы справиться с силами тьмы. Это Папа Римский в Риме. Как нам это сделать? Например, если мы не можем сделать это своими силами, как нам с этим справиться? Как нам с этим справиться? Вовсе нет. Само слово вера сегодня, если вы понимаете слово вера, а христиане нет, то они никогда не понимали слово вера. Сегодня христианство говорит о вере. Мне нравится то, что Родни Денджерфилд сказал о вере. Он сказал, что вера это замечательное качество. Это не мои слова, это Родни Денджерфилд сказал много лет назад. Вера это то замечательное качество, которое позволяет вам верить во что-то, что, как вы знаете, является полной чушью. Итак, когда вы говорите о вере, то подразумеваете именно веру. Слово вера на самом деле переводится как доверчивость. Доверчивый означает, что вы во что-то верите. Вот почему, если вы пойдете в новую церковь, христиане в этой церкви спросят, вы верующий? И у нас есть книги по христианству, в которых рассказывается о доме веры верующего и книге веры верующего. Я верующий. Верующий означает, что вы ничего не знаете. Вы невежественны, плохо информированы, непрочитаны и совершенно глупы. И именно поэтому вы ползаете на коленях, пытаясь остаться в живых, и над вами смеются, насмехаются мастера иллюминатов этого мира, которые смеются над вами и издеваются вы, и ставите вас в положение раба. Почему? Потому что вы глупы. Вы невежественны, плохо информированы, и вам нравится ложь. Вы любите ложь, секс, развлечение, пиво. Вы любите заниматься спортом. Вы любите весь мир. И все же Иисус, как сказано в Священном Писании, мир был недостоин его. Поэтому если вам интересно поговорить о Блаватской, тогда вам лучше знать, кем она была и чем занималась. Так что моя позиция в отношении Блаватской предельно ясна. Я не являюсь последователем Блаватской, но умом я понимаю, что когда кто-то что-то говорит, мне все равно, кто именно. Так оно и есть, если это правда, а я знаю, что это правда, потому что я уже доказал это, и я считаю это правдой, я отдаю им должное. Блаватская сказала много вещей, которые были абсолютно безупречно правдивы. Это не значит, что она любила Бога. Она любила Бога и была святой и праведной. Нет, никто этого не говорил. Я просто сказал, что есть определенные вещи, которые она сказала, которые являются правдой. И умом я понимаю, о чем она говорила, потому что я читал ее работы. Но если вы назовете мне название в любой день, мне будет интересно узнать, чем занимаются люди. Я хочу знать, что они сказали. Я хочу знать, кто их финансирует. Я хочу знать, откуда они взялись. Я хочу знать. И единственный способ узнать что-либо, это остановиться. Как это называется? Проповедовать. Потому что, знаете, я думаю, что именно Исаак Азинов сказал, я могу. Нет, Платон. Именно Платон сказал, я могу понять, когда ребенок боится темноты. Чего я не могу понять, так это взрослых, которые боятся света. И именно поэтому сегодня я понимаю, о чем говорила Блавацкая, и многое из того, что она говорила, было правдой. Это не значит, что она была от Бога. Это не значит, что она была святой, и это не значит, что я следую за ней. Но в интеллектуальном плане я читал ее, и многое из того, что она говорила, было правдой. Так что если вы хотите поговорить о Блавацкой, давайте поговорим о Блавацкой, о том, что она сказала и что было абсолютной правдой. Так что я не являюсь последователем Блаватской. Я не являюсь последователем кого-либо в этом мире. Но я признаю, что когда я вижу что-то, что является правдой, и кто-то говорит, что это было правдой, я не возражаю признать это. Я свободен и открыт. Знаете правду, и она сделает вас свободными. Так что я не боюсь оскорбить Бога. Я боюсь показаться глупым, религиозным, фанатичным и плохо информированным, потому что почему? Потому что пропаганда вас не обманет. Пропаганда помогает вам обманывать самих себя. Поэтому я задал вопрос, который был самым важным в моей жизни. Что такого делали фарисеи и саддукеи, что заставило Иисуса восхищаться ими? Что же такого они делали, что заставило Иисуса так сильно ненавидеть их? Ну, во-первых, саддукеи были религиозным орденом, и они были избранным Богом народом. Ну, уже одно это меня отталкивает с самого начала. И так, во-вторых, фарисеи были законниками. Ну что же, юристы создали мир без работы, в котором вы живете. Их интересуют только деньги, коррупция и власть. Им наплевать на правду. Так же, как и писцам. Ну, как я уже сказал, писцы пишут священные писания. Так же и писцы пишут священные писания. Они переписывают священные писания. Так же и эти люди, которые пишут священные книги, которые вы можете найти в любом христианском книжном магазине и во всех христианских семинариях. И вам лучше обратить внимание на это слово семинария, потому что оно происходит от слова семинария. Вам лучше уйти отсюда, вам лучше проснуться. И так, как только вы начнете понимать, что такое религия на самом деле и откуда она взялась, тогда вы посмотрите на себя, посмотрите на свою личную жизнь в этом мире. И ты говоришь мне, что обладаешь высоким интеллектом и наполнен светом. Потому что Иисус сказал, что если вы наполнены светом, исходящим от холма, не накрывайте его корзиной. Пусть мир увидит свет. Если вы последователь света, пусть мир увидит вас. Мир не заинтересован в том, чтобы увидеть свет. Он будет крепко спать. Вот почему Бог говорит, избавьтесь от нее, мой народ, если вы не хотите страдать вместе с ней. Потому что все эти люди, посещающие церкви, любят Господа и своих близких членов церкви. Они не хотят слышать настоящую правду. Им это не интересно. Только не ваша семья, не ваши друзья на работе. То, что они сделали со мной, они сделают и с вами. Почему? Потому что в первый раз вы просыпаетесь и видите мир, погруженный во тьму. Весь мир находится во власти лукавого. Вы поняли это? И так, как только вы поймете, что христианство это метафора, это символическая история, которая рассказывалась с самого первого дня. История христианства и концептуальных идей, выраженных в христианстве, насчитывает десятки тысяч лет. И все, о чем нам рассказывали, когда мы росли христианами, все это было неправильно. Все это было неправдой. Ничего из этого не было правдой. И именно поэтому сегодня вы узнаете их по их плодам. Взгляните на плоды Юпитера, на вашу жизнь, на жизнь ваших друзей, на жизнь вашего города, на жизнь вашей страны и на жизнь всего мира. Взгляните на жизнь, в которой мы, люди, живем. Вы узнаете их по плодам их труда. Мы живем в мире насилия, наркомании, бандитских войн, изнасилований, секса, наркотиков, музыки, рок-н-ролла, демонической развращенности. И у иллюминатов, главарей организованной преступности, дела идут просто отлично. А настоящие люди, которые заботятся о духовных вещах, они не знают, что происходит. Поэтому у них есть то, что они называют верой. И это то замечательное качество, которое позволяет вам верить в то, что, как вы знаете, не соответствует действительности. Поэтому христианству необходимо понять, что на самом деле означает слово вера. Если вы вернетесь к древнегреческому слову верой, к тому, что оно означало, то увидите, что сегодня оно означает совсем не то же самое. Это невероятная история. Вы все еще здесь? Да, я слушаю вас, Джордан. Я пытаюсь сделать так, чтобы этот телефон тоже заработал, да? Нет, я просто хочу убедиться. Нет, с вами все в порядке. Мы все еще в движении. Мы все еще в движении. Сегодня люди говорят, что у них есть вера. Вера означает, что сегодня вы надеетесь и молитесь, чтобы Бог сделал что-то для вас, и вы просто знаете, что Он сделает. И у вас просто есть вера в то, что Он сделает. И у вас просто есть надежда, что Он сделает, вмешайся, я сделаю что-нибудь для тебя. И поэтому у нас есть вера. Нет, это и есть доверчивость. Это и есть надежда. Я ни на что не надеюсь. Я знаю. Есть большая разница между надеждой на то, что что-то произойдет, и Господь что-то сделает для меня. И потом, когда вы просыпаетесь в возрасте 96 лет и обнаруживаете, что никогда ничего не знали. И Иисус сказал, я никогда не знал тебя. С самого первого дня. Ну что же, разве я не сделал это для тебя? И разве я не накормил бедных? И разве я не дал тебе денег? И Иисус сказал, я никогда не знал тебя. И точка. Так что убирайся с глаз моих долой. Я никогда не знал тебя. Почему? Потому что ты не духовный человек. Ты религиозный человек. Так что только потому, что ты убил много евреев и теперь попал на небеса, ты знаешь, что здесь нет ни 90-х, ни 70-х девственниц, воздух впереди. Я вообще никогда тебя не знал. В тебе нет ничего святого. Ты просто еще один человек, который должен был выйти на свободу, но не сделал этого. Итак, что же на самом деле означает вера? Я дам вам представление о том, что на самом деле означает греческое слово, переведенное как вера. Приведу вам пример, когда вы встаете утром, вы встаете. Когда вы встаете с постели, вы встаете, но не смотрите в пол. Вы не смотрели в пол. И это важно, потому что именно это означает слово вера. Вы встали и просто знали, что там будет пол, так что вы даже не задумывались об этом. Просто встаньте. Но там могла быть дыра, и вы могли в нее провалиться. Там могло быть много битого стекла, но вы не обратили на это внимание. Там могло быть полно гвоздей, бритвенных лезвий и так далее, но вы не обратили на это внимание. Вы просто встали, и все было прекрасно, как всегда. Вот что значит вера. Правильное понимание веры заключается в том, чтобы знать истину, и истина сделает вас свободными. И внезапно, когда вы отказываетесь от всего в этом мире, когда вы отказываетесь от всех своих религиозных верований, от всего вашего дерьма, которым вы увлекаетесь. И вы доверяете великому духу вести вас вы, и вы просите помощи у божественного мира, у мира божьего, вы просите у Бога руководства. Тогда все, что вам нужно сделать, это просто встать утром и просто пойти делать то, что вы делаете, и просто осознать, что независимо от того, что вы делаете. Кто-то наблюдает за вами и будет направлять вас. И по какой-то причине совершенно неожиданно, вы просто знаете, что делать, и оказываетесь в нужном месте в нужное время, и кто-то еще погиб. А потом вы просто случайно оказались в машине, которая ехала в этом направлении, когда что-то случилось в этом направлении. Внезапно-внезапно ты начинаешь понимать, что твоя жизнь в некотором роде защищена, и начинаешь находить вещи, о существовании которых даже не подозревал. Когда они становятся злыми и что-то происходит, вы случайно оказываетесь рядом и просто уходите. Это потому, что теперь у вас есть вера. Это означает, что вы просто продолжаете жить своей жизнью. Вы проснулись утром и даже не обратили на это внимание, но там был пол. Почему? Потому что пол всегда был там. Так что вы не сомневаетесь, что он там будет. Ну что же, с Богом то же самое. Великий Дух всегда был там и всегда будет там. Просто вы не понимаете, что происходит. Поэтому вы отдаете себя миру духов. Так сказать, отдайте себя Богу. А затем наблюдайте за тем, что с вами происходит. Внезапно вы начинаете узнавать вещи, о которых раньше и не подозревали. Вы начинаете встречаться с людьми, которые просвещали вас, потому что когда ученик будет готов, появится учитель. Вы просите, стучите, и вам откроют. Ищите, и вы найдете. Просите, и вам это будет дано. Это не то, что вы можете прочитать в книге, которую найдете в христианском книжном магазине, где есть все ваши священные книги. Попросите, и вам это дадут. Так что ищите, и вы найдете. Просите, и вам это будет дано. Так что если вы не пойдете на улицу, не сделаете домашнее задание, не поймете, что вы на самом деле делаете, значит вы просто следуете за князем тьмы. И поэтому, когда настанет день вашей смерти, просто помните, что если на той стороне есть Бог, который поможет вам. Если судить по тебе, то ты будешь выглядеть как придурок. И вы собираетесь предстать перед божественным присутствием во вселенной и сказать, ну я не знаю, я думал, что поступаю правильно, я жертвую деньги церкви, и я ходил в церковь каждое воскресенье, и раньше я ходил туда каждый вечер, разговаривал с проповедником и давал им деньги, и я делал все, что мог. И Иисус скажет, я никогда не знал тебя. Не было такого дня, чтобы у тебя были какие-то отношения. А у тебя, ты уходишь отсюда. Почему? Потому что ты просто очень религиозный человек, который был дураком. Ты купился на то, на что купился весь мир. Ты тоже купился на это. Почему? Потому что ты слишком гордый и высокомерный, эгоцентричный, самовлюбленный, всезнайка, напыщенный и высокомерный, как книжники и фарисеи. Ты пришел ко мне не как маленький ребенок, открытый услышать правду и желающий следовать истине и свету. Это не про тебя. Ты высокомерный, плохо информированный и невежественный. И вот теперь ты стоишь передо мной. Убирайся с глаз моих долой. Я никогда тебя не знал. Тебе лучше проснуться. Люди слышат, как ты говоришь об этом Джордане, и это звучит действительно грубо. Но они не знают о твоих сообщениях, угрозах убийством, а о людях, которые приходят к тебе в гости и тайно снимают тебя на видео на YouTube. И все такое прочее. Так что я думаю, нам стоит взглянуть на это в контексте. Я видел, как люди пытаются разбогатеть на вашем имени, а также таких чудаков, как психически больные, у которых есть видео с вами и другие безумные вещи. Они этого не делают. Скажите, у меня есть изъян в характере. У меня есть два серьезных изъяна в характере, которые не причинили мне ничего, кроме душевной боли. Но я признаю их. Это мои личные изъяны в характере. Во-первых, я стараюсь быть честным. А в Новом Завете сказано, не давайте жемчуга свиньям. Не давайте жемчуга свиньям, потому что они могут обернуться и использовать его против вас. Поэтому люди говорят, о, я люблю этого проповедника, потому что он такой честный. Но он нечестен. Он гей, он психически ненормальный, и у него есть 25 миллионов долларов. Это реактивный самолет. Аминь. И он жив. Он живет на миллионы долларов и платит 100 долларов с минусом за передвижной дом, чтобы у его собаки был кондиционер. Да? В нем нет ничего правдивого. И потом время от времени вы будете узнавать одного из этих святых роликов и одного из людей, которые любят Господа, и мы узнаем, что они преступники. У них есть все их бойфренды и все деньги, и теперь они связаны с мафией. Они связаны с организованной преступностью. Вы понятия не имеете, что на самом деле происходит в мире, в котором вы живете. Вы купились на это. У нас на линии несколько абонентов. Я не думаю, что вы сможете их услышать только из-за того, что мы установили исправление для телефонов. Но я позволю им задать вопрос, а затем перезвоню вам. Мы постараемся это сделать. Так что если вы, ребята, слушаете по телефону и хотите задать свой вопрос, держите его на готове. Джордан не сможет вас услышать, но я задам ему этот вопрос. Так что поверьте, нам звонит человек из северо-западного Арканзаса. Если у вас будет готов ваш вопрос, мы его рассмотрим. С кем мы разговариваем в Арканзасе? Алло? Алло? Южный Центральный Округ. Алло, Колорадо. Эй, вы меня слышите? Да, в чем дело? Как дела? С кем вы говорите? Эй, как дела, чувак? Это правда? Да, Мэдди. Да, как дела, чувак? Как дела, братан? Мне очень приятно участвовать в этом шоу. Да, без сомнения. Джордан вас не слышит. Но если вы дадите мне знать о вопросе, я сразу же задам его, и вы сможете послушать онлайн. Да, не беспокойтесь. Так что, по сути, мой вопрос, помимо религии, был, я думаю, одним из самых важных инструментов, которые элиты и иллюминаты этого мира могут использовать. Все, что мир имеет против нас, это использование страха как парадигмы контроля над нами, и вера в то, что мы слишком глупы, чтобы справиться с этой проблемой. И один из самых мощных инструментов, который мы можем использовать против них, это любовь. Любовь уничтожает страх, она уничтожает ненависть, а они отняли этого население. Хорошо, так о чем же вы хотите спросить? Я, по сути, хочу спросить его, что он думает о политике Дональда Трампа, разделяя властву между людьми. Лично я считаю, что одна из самых больших заслуг Дональда Трампа в отношении людей заключается в том, что он продолжает разделять их и завоевывать, используя страх, чтобы заполучить нас всех, контролировать. Хорошо, хорошо, Мэдди, я спрошу его об этом, а вы можете послушать в режиме ожидания. Все в порядке, так что вопрос состоял, по сути, из двух частей. Прежде всего, Дональд Трамп, разделяя властвы, что происходит с Дональдом Трампом? Прежде всего, меня не волнует обыденный мир, в котором я живу. Так что мне все равно, кто такой Цезарь сегодня, и кто такие великие лидеры мира сегодня. Меня это не волнует. Я достаточно умен, чтобы понимать, что мы живем в системе, и в Священном Писании очень ясно говорится снова и снова, что Сатана, Бог этого мира. Точка. Конец предложения. Обсуждать нечего. Следовательно, что бы ни происходило в политике на национальном или международном уровне, политика это просто система, с помощью которой люди создали институты, которые мы называем полицейским управлением, шерифом, страховыми компаниями и банками, образовательными колледжами и университетами. Правительством и законы, деньги и все остальное, это системы, созданные человеком. И если вы не разберетесь во всех этих вопросах и не поймете, как они взаимосвязаны, то вы будете сильно волноваться по поводу того, кто является президентом, и что он собирается делать. И что произойдет с нами в конце света. А Россия собирается напасть на нас. И в Священном Писании говорится, что вы услышите все эти слова и все эти вещи о войнах здесь и там, и вы услышите о проповедниках, и обо всем духовенстве, и обо всех святых роликах, и обо всех слабоумных дебилах, которые являются ходить в церковь и проповедовать все эти нелепые истории. Почему, это заставляет вас нервничать, это заставляет вас беспокоиться. И причина, по которой мы знаем, что это работает, заключается в том, что сегодня, когда мы сталкиваем вас с реальными фактами жизни, вы понятия не имеете, о чем мы говорим. Почему? Потому что вы так обеспокоены президентом или вице-президентом или тем, что сделал этот сенатор, или тем, что собирается сделать Китай. Меня больше волнует, что собирается сделать Бог. Меня не волнует американская система. Меня не волнует китайская система. Меня волнует истина. Да? И кто мы такие на самом деле, все мы, включая китайцев, русских, африканцев и самих себя в Америке. Все человечество, как сказано в Священном Писании, находится во власти лукавого. Так что причина, по которой вы беспокоитесь о правительстве и президенте, о том, кто они на самом деле и что они на самом деле делают, заключается в том, что вы сами такие. Вы дитя этого мира. Я не дитя этого мира. Я пришел сюда не для того, чтобы быть ребенком того мира, в котором я живу. Я пришел, потому что мне нужно кое-что сделать. Я учитель. Я думаю, что это Иисус 101. Мое царство не от мира сего. Если бы это было так, мои слуги сражались бы. И его царство не от мира сего. Дональд Трамп не был бы президентом Иисуса или Кесаря. Вы понимаете, о чем я говорю? Он не преклонялся перед Кесарем, поэтому его царство было не от мира сего. И если вы дитя света, вам не следует вмешиваться в дела палитриксов. Я запутался. Я этого не говорил. Так говорится в Священном Писании. Именно так. Именно так. 101 Джордан просто повторяет то, что сказал Иисус. Вы все. Я имею в виду, давайте же. Он просто повторяет то же самое, что сказал Иисус. Это потрясающе, чувак. Мне это нравится. Все в порядке. Итак, у нас есть еще один абонент, которого я думаю он не мог слышать некоторое время назад. Так что мы возвращаемся в Арканзас. Я полагаю, это Хантер. У вас есть вопрос, Хантер? Да, как у вас сегодня дела? Правда, все в порядке? У меня все хорошо, брат. Как у вас дела? У меня все хорошо. Мы вроде как разделились на две части. Во-первых, я хочу спросить Джордана, какова его точка зрения на инопланетян. А у вас есть и то, и другое, и все такое. А если он действительно уйдет, как будто они существуют, и все такое. Если у них только определенные формы, они приходят в разных формах. Хорошо, давайте остановимся. Давайте на этом остановимся. Я пойду дальше и спрошу его об этом. Хорошо, Джордан, инопланетяне, НЛО, сущности. Реальны ли они и бывают ли у них разные формы? Инопланетяне, реальны ли они? Вы спрашиваете шестилетнего ребенка-христианина, верите ли вы в Бога? Ну что же, в Бога верят все. Все христиане верят в Бога. Ну что же, слово Бог, это просто слово собака, написанное наоборот. Так что все, что вам нужно делать, когда вы говорите об инопланетянах, духах, НЛО или о чем-то еще, это описывать свои термины. Когда вы говорите Бог, что вы подразумеваете под словом Бог? Когда вы говорите инопланетяне, о чем вы думаете, произнося слово инопланетянин? Потому что то, что у меня на уме, может быть совсем другим. Так что, возможно, мы говорим о яблоках и апельсинах. Так что вам нужно определиться с терминами. Когда мы говорим об инопланетянах, как я уже сказал, вы можете спросить шестилетнего ребенка-христианина, где Бог? Где Бог? Бог отсюда? Он из Алабамы или из Нью-Йорка или где он живет? Ну что же их поведет ребенок? Ребенок скажет, что Бог там наверху. Он там снаружи. Ну да, но если он там, то Калифорния это нечто большее, чем просто часть неба. Но если он в Китае и говорит, что он там, это означает, что он где-то там, в космосе. Таким образом, там просто означает, что он не из этого мира. Бог сверхъестественен, он не от мира сего. Следовательно, если он где-то там, это означает, что он внеземной. Он не местный, потому что если бы он родился в Алабаме или Миссисипи, то он был бы землянин. Он родом отсюда. Он не местный. Он творил здесь, но он не местный. И поэтому вам нужно понимать, что когда вы говорите об инопланетянах, это та же самая идея, о которой говорится в священных писаниях о демонах, ангелах и дьяволах. Верите ли вы в Бога? Да. Где он? Он где-то там. О, он инопланетянин? Да. Вы верите в ангелов? Да. А где обитают ангелы? Где они находятся? О, они где-то там с Богом. О, они тоже инопланетяне? Они не отсюда? Нет. Так вот, мы видим, что ангелы где-то там. А они разумны? О, да, они намного умнее нас. Но, конечно же, так оно и есть. Именно поэтому их здесь нет. Раньше люди постоянно говорили мне, и я до сих пор понимаю, что люди скажут. Если инопланетяне существуют, почему бы им не спуститься сюда, не показать себя, не поговорить с нами и не пообщаться с мы? На что я всегда отвечаю, посмотрите, я такой же человек, как и вы. И мне стыдно, что меня видят с вами в компании. Вы такой чертовски глупый. Так что я не хочу об этом говорить. Ну что же, взгляните на книгу Бытия, когда она была написана. На 18-ю и 19-ю главы книги Бытия. Я знаю, вам нравятся эти главы. Они были написаны, и что люди пытались сделать с ангелами? Все верно. Они пытались их изнасиловать. Займитесь с ними сексом, займитесь с ними сексом. В конце концов, я убью их. Вы убьете их, я служу в службе национальной безопасности. Или возьмите свой дробовик и убейте их. Или поймайте одного из них и продайте его в цирк, или еще куда-нибудь, знаете ли. Вы абсолютно правы. И именно поэтому духовные сущности спускаются вниз. Взгляните на это. Давайте вернемся к началу. Библия, которую мы знаем сегодня, Библия короля Якова, принята христианством как очень законное священное писание. Но в ней содержится более 5,58 типографских ошибок, которые не включают все из-за переводческих ошибок. Да? Так что давайте вернемся к началу, чтобы понять Бога, ангелов и инопланетян. Вернитесь назад и посмотрите, что там написано. Во-первых, в книге Бытия первое слово переведено неправильно. Потому что переводчики короля Якова очень хорошо владели английским языком короля, но они ничего не знали ни о древнееврейских, ни о шумерских, ни о вавилонских священных писаниях. Они не знали тех древних терминов и словечек, которые пришли с древнего Ближнего Востока десятки тысяч лет назад. Они прекрасно владели королевским английским, но плохо владели евритом и еще хуже греческим. Но они сделали все, что могли, и были очень хороши, но у них ничего не вышло. Они не были идеальны. Так что вернитесь к книге Бытия, потому что она происходит от слова порождать, начало. Это и есть то, что было книгой Бытия, или порожденной истиной. В книге Бытия первое слово переведено неправильно и доставляло столько хлопот христианам на протяжении всей христианской жизни. Потому что люди не знали, что оно было неправильно переведено. Там по-английски говорится, что вначале Бог сотворил небеса и землю. Но это совсем не то, что написано на финикийском языке или на иврите. Мы называем финикийский язык ивритом. Нет, никакого иврита не существует. Есть и евреи, которые говорят по-финикийски. Так что если вы хотите быть технически корректным, иврит это финикийский язык, который дает нам слово финикий или фальшивый. Фальшивый происходит от финикийского. Итак, как только вы поймете, что первоначальные священные писания были написаны на финикийском языке, а евреи говорят по-финикийски, но мы называем это ивритом. Нет, евреи говорят на нем, но это не иврит. Нет, это как в Америке. Здесь в Америке мы говорим по-американски. Нет, это не по-американски, это английский. Вы американец, но говорите по-английски. Ну что же, они говорят на иврите, но по-финикийски. Это ханаанская религия, это ханаанская культура, это ханаанский язык. Так что вернитесь к первой главе книги Бытия, где говорится, что вначале Бог сотворил небеса и землю. Нет, об этом не говорится ни на древнееврейском, ни на финикийском языке. А почему? Потому что на древних языках, которые мы называем ивритом, слово Бог пишется как Ел. Эл это Бог. Но если вы вернетесь к оригинальному так называемому ивриту, и посмотрите, что говорится в первой книге Бытия, вы увидите, что там не говорится, что вначале я сотворил мир, небеса и земля. Ну и что же там написано? Ну что же, если вы просто потрудитесь прочитать это? Если у вас будет время, возможно вы захотите провести некоторые исследования по этому поводу. Например, Джордан Максвелл занимается этим всего 56 лет. Вернитесь назад и посмотрите на древнееврейский текст в книге Бытия 1.1, где говорится, вначале Элохим сотворил небеса и землю. А не Эль. Элохим это совершенно другое слово. Ну и что же это значит? Это означает Бог. Нет, это не так. Это Элохим. Элохим это просто множественное число. Так что это все равно, что взять слово car, cr и добавить апострофу s. Да? Это совершенно другое дело. Теперь это не автомобиль. Теперь это автомобили и не один. Так что теперь вы видите, что Элохим это нечто большее, чем один Бог. Я не писал Библию. Я просто рассказываю вам, что там написано на иврите. Итак, вначале Элохим сотворил небеса и землю. Правильный перевод звучит так. Вначале Боги сотворили небеса и землю. Ну что же, это богохульство. Нет, это правда. Проснитесь. Поймите нас. Возвращайтесь в школу и учитесь читать и думать. Потому что в школах вас научат, что думать, но они не учат вас, как думать самому. Так что избавьтесь от всех ваших религиозных идей и всего того, что говорили ваши прабабушка, прабабушка и все ваши друзья в школе. Церковь научила тебя тому, во что они верят, и делать то, чего ты никогда раньше не делал. Сделайте что-нибудь действительно интересное и странное. Получите образование. Научитесь читать и начните думать самостоятельно. Что на самом деле говорится в Священном Писании? Там не говорится, что Бог сотворил небеса и землю. Там говорится, что Боги сотворили небеса и землю. Ну что же, это начинает обретать немного больше смысла, когда вы смотрите на главу 28 книги Бытия, где говорится, что Бог создает Адама и Еву, а не Бога вообще. Адама и Еву создают Боги. И все вместе Боги сказали, цитирую, придите, давайте сотворим человека по нашему образу и подобию. Заканчиваем цитату. Много лет назад, в начале 60-х, я помню как разговаривал с раввинами и с одним очень важным раввином в Америке. Мы с ним беседовали об этом 56 лет назад. И я сказал ему Элохим. И он ответил, да, это означает много богов. Да, это означает много богов. Да? Ну что же, тогда вы говорите, что в начале боги сотворили небеса и землю. Да, это верно, если верить языку. А затем мы видим, что боги, как мы говорим, рассказали мне об этом 60 лет назад. В Священном Писании не говорится, что бог сотворил человека. В Библии и в Священных Писаниях Ветхого Завета нет места, где говорилось бы, что бог сотворил человека. Там этого не говорится. Это ваша идея. Это ваша религия, ваше невежество в отношении Аль-Каиды, но это не то, что говорится в Священном Писании. Хорошо, тогда что же там говорится? Там говорится, что боги, причем не один, сказали, придите, давайте сведем вас с ума. Ну что же, вот и все. Там говорится, что боги сошли с ума. Нет, там говорится совсем не об этом. Прочтите это правильно. В Священном Писании говорится, что боги сказали, приди, позволь нам. А кто такие мы? Бог разговаривает сам с собой? Нет, боги разговаривают сами с собой и говорят, приди, позволь нам создать человека по нашему образу и подобию. Потому что он уже здесь. Но давай придем и создадим его по нашему образу и подобию. Давайте сделаем его похожим на нас. Вот почему мы говорим, ну что же, бог в 18 главе книги Бытия, наряду со многими другими священными писаниями, бог подходит с двумя мужчинами. И Авраам выбегает и ложится и спрашивает, что мой господин говорит своему слуге. А потом вы узнаете, что Авраам разговаривает со всемогущим творцом. Да, но он выглядит как человек. На самом деле он сидел под деревом и ел с вами гамбургер и пил пиво. Он ужинал с вами. Так это и есть бог? Что там написано? Бог прогуливался с Адамом в вечерней прохладе. Это один из них. И он разговаривал с ним. Итак, как только вы поймете, что в Священном Писании говорится о том, что бог похож на нас. Нет, на самом деле это не так. Мы были похожи на него. Он выглядел так, как выглядел изначально. Но теперь вы созданы по образу и подобию Божьему. Так что мы Божьи дети. Мы дети Божьи. Почему? Потому что вы были на краю Тала, какого-то пещерного животного, жившего миллионы лет назад, и кто-то пришел оттуда. Ну что же, именно там находится бог. Именно там находятся ангелы. И вот кто-то пришел оттуда, спустился на землю и увидел нас. И мы не что иное, как гибридное животное, которое современная наука называет гоминидом. Мы были какими-то странными прямоходящими двуногими существами, которые немного походили на нас, но были волосатыми и глупыми. И мы называем их пещерными людьми, или неандертальцами, или как вам угодно называть этих существ, тысячи и тысячи лет назад, десятки тысяч лет назад, тысячи лет назад. И вот кто-то пришел сюда, увидел этих, как бы вы их ни называли, этих гоминидных существ и сказал, приходите, давайте создадим люди, созданные по нашему образу и подобию. Давайте проведем скрещивание, пройдем какую-нибудь семинарию и вложим это в существо женского пола, просто так, черт возьми, из-за этого. И давайте посмотрим, что у нее родится. И вот позже она родила нечто, что было помесью существ гоминидов, которые уже были здесь для миллионы лет и какое-то новое творение. Но это был всего лишь эксперимент. Он не был идеальным, потому что те, кто пришел сюда, не были идеальными. Они просто умнее вас. И поэтому они создали новое существо. Им все равно это не понравилось, потому что они выглядели и вели себя не совсем так, как они. Так что они снова поработали над этим, воссоздали ДНК и поместили ее в то гоминидное существо, и в итоге получилось существо другого вида, немного лучше. И вы продолжаете делать это до тех пор, пока однажды боги, как они выглядят, действуют, думают и производят потомство с помощью женщины, которых они находят здесь, в конечном счете становятся равными. И что же теперь происходит? Теперь мы выглядим как бог, который нас создал. И вот вы говорите, ну да, но есть инопланетяне, которые выглядят как мы. Конечно же есть инопланетяне, которые выглядят как вы. Именно об этом говорится в священном писании. Они сказали, что боги сказали, придите, давайте создадим человека по нашему образу и подобию. Не создавайте человека, человек уже здесь. Так что теперь вы понимаете, что мы созданы по образу и подобию богов. Вот почему в десяти заповедях бог говорит израильтянам, что одна из заповедей гласит «Я Господь, ваш Бог». У вас не должно быть чужих богов предо мной. Вернитесь назад и прочтите это правильно. Здесь не говорится, что я единственный бог в мире. Нет, я Господь бог, ваш бог. Вокруг полно других богов и людей, в том числе сумасшедших. У вас есть Аль-Каида, и они любят Яхве или Аллаха или кем бы они там ни были, какого-нибудь лунного бога. У вас здесь полно всяких странных существ, поклоняющихся всевозможным богам. И теперь мы знаем, что они делают, потому что все мы здесь наблюдаем за ними. Все боги наблюдают за тем, что делают эти люди. А вот здесь у него есть люди, которых они называют свидетелями Яговы, и они поклоняются ему. А вот этот другой парень никому из нас не нравится, но у него здесь есть группа людей, которые называются мормонами, и они поклоняются ему. А еще среди нас есть несколько по-настоящему тупых людей, и у них есть нечто под названием Аль-Каида, и они поклоняются Аллаху. И все мы боги просто смеемся над людьми, потому что люди не ведают, что творят. Поэтому бог говорит израильтянам, я Господь, ваш бог, и я не потерплю, чтобы передо мной были чужие боги. Это то же самое, что парень говорит девушке, с которой он встречается постоянно. Я мужчина в вашей жизни. Да, есть и другие мужчины, которые намного лучше, намного умнее, намного богаче, и все такое. Они могли бы делать все замечательные вещи, но я мужчина в вашей жизни, и я не допущу, чтобы в вашей жизни были другие мужчины. У нас все будет хорошо, и мы поженимся. Так что я Господь Бог, ваш Бог. Таким образом, мы понимаем, что евреи не были монотеистическим народом. Мы утверждаем, что евреи были первыми, кто поклонялся единому богу. Нет. Это слово не моно. Моно означает поклоняющийся единому богу. Нет. Правильно будет сказать, он знает. Пойдите, посмотрите в словаре, как пишется Ха-Е-Э-Но. Он знает теистический подход. Генотеистический, это не монотеистический подход. Генотеистический означает выделять кого-то из группы. Так что если у вас есть 14 богов, все они равны. Но мне особенно нравится, как вы одеваетесь и как разговариваете, поэтому я хочу быть с вами. И тогда вы, как говорит Бог, скажете, «Хорошо, я Господь, ваш Бог». Мне плевать на остальных этих парней. Но с этого момента я не хочу видеть, как вы разговариваете с кем-либо из этих других богов, взываете к ним и просите их о помощи. Все что угодно, потому что у нас есть контракт. Вы указали на меня, и я согласился. Так что теперь вы мой народ, а я Господь, ваш Бог. Я единственный Бог. Нет, я тот, кого вы выбрали. Это апостол Павел. Что бы вы сказали, когда говорите, что это единственный истинный Бог? Является ли он единственным истинным Богом, как он утверждает? Единственный истинный Бог, что означает тот, которого вы действительно выбрали. Это не значит, что он истинный Бог. Нет, нет, он единственный истинный Бог, которого вы выбрали. И люди скажут, ну, а как насчет того, что этот Бог ваш Бог? Нет, это неправда. Это тот, кого я выбрал. Ну что же, тогда он и есть истинный Бог. Все верно. Он и есть истинный Бог, тот, кого вы выбрали. Только не тогда. Так что это не он выбрал вас, а вы выбрали его. И тогда вы говорите, о, ну что же, если это означает, что богов много, то нет, это то, что сказал апостол Павел. Есть много богов и много владык. Вам лучше проснуться и выяснить, кому из них вы поклоняетесь в будущем. У нас есть последний звонок. Я постараюсь ответить на этот звонок. Абонент из Индианы, с кем мы разговариваем? Привет. Привет, как у вас дела? С кем мы разговариваем? Привет, говорящий правду. Это Кэти. Привет, Кэти. Как у тебя дела? У меня все хорошо получается. У меня есть два вопроса. Все в порядке. И одна из них касается клячи. Ну, в общем, она касается скрытых священных писаний, которые существовали. Вы знаете, что они были похоронены. Священные писания. Да, да. Я насчет Софии. И судя по тому, что я узнала о них из того, что я изучила, в этом есть большой смысл. И они были спрятаны. И вы знаете, я не знаю, изучали ли вы их вообще, или мне было интересно, изучал ли их вообще Джордан. Хорошо, позвольте мне спросить его об этом. Каково ваше мнение о священных писаниях на Кхамади? Да. Раньше, как раз перед тем, как были найдены свитки Мертвого моря. Я думаю, это было незадолго до того, и я имею в виду совсем незадолго до того, как в маленьком городке в Египте были найдены свитки Мертвого моря на Ближнем Востоке. Но в Египте был маленький городок под названием Надж-Хамади, и некоторые люди копались в пещерах и бродили вокруг, в поисках чего-то, что можно было бы купить или продать. Или еще чего-нибудь. И они нашли несколько священных писаний в контейнере, выкопали его, и начали приносить эти священные писания властям, которые они нашли. И вот они нашли их в маленьком городке в Египте под названием Надж-Хамади. И так они стали известны как рукописи Надж-Хани или библиотека Надж-Хамади. Таким образом, в Египте существовали священные писания. И в этих священных писаниях говорилось об Иисусе. Но об Иисусе они говорили, и мы знаем, когда именно. У нас есть приблизительная дата, когда были написаны рукописи Надж-Хамади, и они могли быть написаны за сотни лет до того, как Иисус Христос появился на земле. За сотни лет до этого, в Египте, в маленьком городке под названием Надж-Хамани, мы нашли священные писания, в которых говорилось об Иисусе. И Иисус сделал то-то и то-то, и это случилось с Иисусом, и Иисус сказал то-то и то-то. Но церковь не хочет говорить об этом. Как получилось, что за сотни лет до Иисуса в Египте были найдены священные писания под названием Нах, но вы об этом не говорите? Что здесь происходит? Как получилось, что в священных писаниях Египта Надж-Хамади говорится об Иисусе, о чем вы нам не рассказывали? На самом деле вы также не упоминали о существовании свитков Мертвого моря, не так ли? А что же в них на самом деле содержится? И именно поэтому вы не позволяете нам взглянуть на свитки Мертвого моря из-за того, что в них на самом деле содержится. Что же, сегодня у нас наконец-то есть свитки Мертвого моря на английском языке, а также манускрипты Надж-Хамади на английском языке. Но церковь не говорит о них не потому, что они не важны, а потому, что они не подходят друг другу. То, что говорится в манускриптах Нэша Могучего и в свитках Мертвого моря, не соответствует тому, что говорит нам церковь. Вы понимаете это? Поэтому церковь решает, что мы не хотим касаться того, что мы не хотим говорить о языческом дереве Найдич. Мы не хотим говорить об этом. Я готов поспорить, что вы этого не сделаете. Я готов поспорить, что вы не захотите об этом говорить. Потому что если вы вернетесь назад и прочтете рукописи Наджамани, в которых говорится об Иисусе, а затем выясните, что 200 лет спустя в христианстве есть история Филейки по имени Иисус. Нет, нет, это произошло еще раньше. Вот почему я просто говорю, что вам нужно сделать кое-какую домашнюю работу, прежде чем вы начнете во что-то верить. Вам нужно знать. Не верьте, а просто знайте. Когда вы встаете утром, вы ставите ноги на пол, даже не глядя. Просто поговорите с Великим Духом. Вы знаете, вам не нужно проходить никаких ритуалов, жечь свечи, падать всем телом, рыгать, падать на пол и вести себя как ребенок. Дурак, как телевизионный евангелист. Истинно духовный человек общается со своим Создателем духовно. Как сказал Иисус, идите в свою внутреннюю комнату, закройте дверь и выключите телевизор. Вы не знаете, кто такой Бог, но по телевизору его точно не показывают. Так что выключите телевизор, выключите радио, выключите все остальное, идите в свои внутренние покои, закройте дверь и поговорите с Богом. Мы поговорим об этом. Это очень просто, потому что он был там все это время. Вы просто не знали об этом. Он всю жизнь наблюдал, как вы валяете дурака. И вы думаете, он вас не слышит? Как говорит апостол Павел, тот, кто создал ухо, может ли он не слышать? Тот, кто создал глаз, может ли он не видеть? Ну что же, если Бог может слышать и видеть вас, то когда же? С самого первого дня. Вот почему, когда вы умираете, вы говорите, ну разве я не сделал этого имя вас? И разве я этого не сделал? Нет, я уже много лет наблюдаю, как вы дурачитесь. Я наблюдал за вами, когда вы родились. И позвольте мне сказать вам кое-что, сынок, у нас с вами никогда не было никаких отношений. У вас есть своя религия, но вы никогда не отстаивали истину. Да? Вы согласились со всеми своими друзьями, когда я сказал вам, убирайтесь от нее, мои люди. Но вы просто продолжаете ходить в свою церковь и верить во все, что вам говорят. И вам говорят это люди, у которых не хватает мозгов, чтобы выбраться из бумажного пакета. Они такие же, как вы. Как сказал Иисус, они сами создали себе ораторов. Они сами создали себе учителей. Да? Сегодня для того, чтобы стать христианским проповедником и учителем, нужно поступить в колледж и получить диплом Цезаря. Что это значит? Вы должны поступить в семинарию, чтобы получить диплом от правительства. Когда вы начнете просыпаться и обнаружите, что вам не нужна ученая степень, мне не нужно, чтобы вы хлопали меня по спине и говорили, какой я хороший и что я делаю. Мой Бог дал мне то, что у меня есть, и поэтому мне не нужна ученая степень. Я пришел сюда с хорошим настроем для начала. Позвольте мне привести вам пример того, о чем я говорю. Когда мне было около восьми или девяти лет, я родился и вырос, к сожалению, в католической семье. Я никогда не знал, что такое католицизм. Я обычно добавлял Алка Зельцер в святую воду, потому что никогда этого не осознавал. Я не понимал, что происходит. Я прихожу в это большое место, называемое церковью, и мне рассказывают всякие странные вещи, а я не понимаю, о чем они говорят. Для меня это не имеет никакого смысла. Ну что же, я учился в католической школе. Мне было около восьми или девяти лет, и монахине, слово монахиня на иврите означает рыба. Так вот, монахини, которые рассказывали нам об этом в школе за день до того, как мы должны были пройти конфирмацию. Это называется конфирмация. И вот монахини в школе сказали нам, что завтра вечером в церкви состоится специальное церковное собрание, и вы будете конфирмованы. Это называется конфирмация. И вы, дети, будете в церкви, и здесь будет епископ. И епископ спросит после окончания службы. Монахини сказали нам, что епископ может спросить, а может и нет. Но он, возможно, спросит вас, дети, если у вас возникнут какие-либо вопросы, и он постарается ответить на них. Отвечу на них за тебя, как за твоего епископа. И поэтому, если это произойдет, сказала монахиня, если это произойдет, и он спросит вас, просто помните, что у вас нет никаких вопросов. Держите рот на замке. У вас нет никаких вопросов. Мы расскажем вам все, что вам нужно знать. Мы расскажем вам, во что вы должны верить. У вас нет никаких вопросов. Вы поняли это? Итак, на следующий вечер после окончания службы, все девочки сидели по одну сторону церкви, а мальчики по другую, и там был епископ. И после окончания службы, когда нам всем исполнилось восемь лет, епископ сказал, теперь, когда вы все стали конфирмованными католиками. Пока я здесь, я, возможно, смог бы ответить на некоторые из ваших вопросов. Потому что у вас есть дети, и если у вас есть какие-то вопросы о вашей вере, я постараюсь ответить на них. Ну что же, все дети знали, что у тебя нет никаких вопросов. Как втупиться? Держи свой рот на замке. Поэтому я встал. Я хотел убедиться, что люди в церкви знают, кто я такой. Поэтому я встал и сказал, да, у меня есть вопрос. Я сказал, что мой отец работает с горелками как сварщик. Если бы у меня была горелка, и она горела, и если бы рядом со мной стоял ангел, и я разговаривал с этим ангелом с помощью горелки. Мог бы я ударить его факелом, и было бы ему больно. Могу ли я обжечь его и причинить ему боль? Если он стоит здесь, а я разговариваю с ангелом, и я ударю его факелом, это причинит ему боль. И он сказал, ну нет. А я спросил, почему? И он сказал, ну потому что огонь, это и есть огонь. И я помню, как он сказал что-то о том, что огонь это природное явление. Для этого нужно иметь под рукой дерево, пластик, бумагу или что-то еще, что можно сжечь. Это природное явление. Вы не можете сжечь ангела. И я спросил, почему вы не можете сжечь ангела? А он ответил, потому что вы даже не можете увидеть ангела. Там нет ничего физического. это духовная сущность вы даже не можете увидеть ангела не говоря уже о том чтобы сжечь его и я спросил почему вы не можете сжечь духа и они ответили потому что там нечего сжигать вы не можете сжечь ангела вы не можете сжечь дух и когда мне было 9 лет я сказал ну если я не могу сжечь дух то почему я беспокоюсь о том что попаду в ад ну что же мой дух будет гореть вечно если вы не сможете сжечь дух и похоже никто никогда об этом не задумывался маленький девятилетний ребенок и все остальные в церкви могли слышать и чувствовать это церковь сказала бы вау что все это значило я никогда об этом не задумывался ну конечно же вы об этом не задумывались я думал об этом только не вы почему потому что я приехал сюда чтобы стать учителем я родился не потому что так уж случилось нет я был рожден чтобы быть тем кто я есть учителем да и я заставляю вас задуматься и я несу вам свет и если вы не можете справиться со светом значит вы не хотите слышать правду я понимаю что вы не хотите но я хочу я понимаю что вы не можете справиться с правдой поэтому когда вы вернетесь назад и посмотрите на священное писание там не говорится что бог сотворил небеса и землю то есть богов а затем боги более чем в одном множественном числе сказали придите и позвольте нам кто это мы ну что же придите и позвольте нам создать человека по нашему образу и подобию вот еще один момент из девятой главы книги бытия 11 я думаю что это 9 1 могло бы быть 6 1 но я думаю что это 9 1 где в писании говорится в книге бытия что после потопа потопа во времена ноя после того как потоп отделился и когда ковчег причалил к суше бог сказал ною его трем сыновьям и их трем женам что это восемь человек но и его жена трое его сыновей и 3 жена во время наводнения погибло восемь человек и в священном писании говорится что бог сказал идите размножайтесь и наполняйте землю поэтому много лет назад когда я был подростком я обратился к раввинам ходил по синагогам сидел и беседовал с ними и это было 65 лет назад сейчас мне 77 лет почти 77 лет и я спросил их правильно ли переводится на ваш язык 9 глава книги бытия где бог говорит ною иди размножайся и наполняй землю так ли это на самом деле написано на иврите и он сказал да это правильный перевод и когда я был подростком я сказал ему что это слово пополнять идите вперед размножайтесь и пополняйте запасы слово повторяться означает делать это снова и раввин сказал ну конечно если бы у бога были миллионы людей на земле и он решил что они бесполезны и он хотел бы избавиться от них тогда он устроил бы потоп и все было бы кончено и он убил бы всех кроме восьми человек ну что же если бог хочет чтобы люди были похожи на него чтобы он создал свой образ и подобие тогда конечно его слово было бы наполнить землю идите вперед и сделайте это снова я избавился от всех тех кто был здесь раньше так что идите вперед и наполняйте землю я сказал что все в порядке а теперь позвольте мне спросить вас кое о чем в книге бытия глава 1 глава 28 когда бог создает адама и еву он говорит то же самое идите вперед размножайтесь и наполняйте землю что это значит что адам и ева должны были наполнить землю и и раввин сказал конечно в библии говорится только о нашем тихоокеанском времени о нашей жизни и о земле в данный конкретный период времени на протяжении миллионов и миллионов лет на этой земле существовали высокоразвитые цивилизации но мы никогда не говорили вам об этом не так ли правительство никогда не говорила вам что сотни миллионов лет назад на этой земле существовали высокоразвитые невероятно глубоко технологически развитые общества и предполагается что вы ничего об этом не знаете и так бог говорит адаму и еве в наше время идите вперед размножайтесь и снова наполняйте землю как только вы начнете понимать о чем на самом деле говорит библия вы поймете что вам никогда не говорили настоящей правды но если вы вернетесь назад и посмотрите на добычу полезных ископаемых то увидите что горнодобывающие компании говорят в южной африке родезии и центральной африке что горнодобывающие компании которые пробурили скважины как в побережье англии северное море они будут бурить вглубь океана проходя весь путь до самого дна океана и наконец они наконец достигнут дна океана на дна затем они начинают вырезать и врезаться в ядро земли и по мере того как они врезаются в него алмазными фрезами они врезаются в землю все что было внутри этой трубы теперь начинает подниматься вверх и таким образом в конечном итоге земля окажется в трубе и начнет переливаться через край по мере того как они будут погружаться все глубже и глубже и когда они будут опускаться все глубже и глубже внезапно вы увидите артефакты ручной работы безделушки кольца странные знаки странные артефакты которые будут появляться на поверхности из этого материала находящегося на дне океана были извлечены артефакты ручной работы которые указывают на то что эта земля намного старше чем мы вам говорили здесь и в этой вселенной происходит нечто такое о чем вам не дано знать почему потому что вы не можете смириться с правдой когда вы узнаете кто такой бог на самом деле и узнаете что на самом деле говорят священные писания а не то что говорит вам церковь они говорят и платишь какому-то парню за то чтобы он читал тебе проповеди а он знает об этом не больше чем ты сам следовательно слепой ведет слепого и вы оба упадете в яму так вот я говорил вам что вам нужно сделать кое-какую домашнюю работу и дать задний ход потому что то во что вы верите просто не соответствует действительности и вы будете шокированы когда узнаете в чем заключается настоящая правда и вы никому не понравитесь ну что же именно так сказал иисус если бы они послушали меня то послушали бы и вас есть ли там какая-нибудь поддержка или вы говорите им чтобы они сейчас же повернули назад чтобы вы не искали чтобы вы не пытались найти в поисках истины поворачивайте назад назад я бы сказал что это единственное ободрение люди говорят ну вы знаете я постоянно слышу это когда выступаю по радио люди скажут ну вы же знаете что мир такой просыпаюсь вы знаете люди начинают просыпаться и это обнадеживает я сказал что нет это не обнадеживает потому что именно так поступают заключенные когда вы находитесь в федеральной тюрьме такой как пеликан бей и во всех других федеральных тюрьмах именно так поступают те кто находится в тюрьме каждое утро они просыпаются но они все еще в тюрьме и никуда не денутся так что свет в конце туннеля это приближающийся поезд потому что однажды мы встретимся с нашим создателем однажды вам придется предстать перед божественным присутствием во вселенной и в первый раз вы узнаете каким всегда было настоящее название этой мелодии и тогда она символически сможет сказать вам отойдите от меня вы творцы беззакония я никогда не знал вас вы невежественный плохо информированные недалекий тупоголовый осел ползающий на коленях поклоняющийся богу этого мира который является дьяволом князь тьмы я никогда вас не знал так в чем же заключается ваша поддержка вот почему я сказал ваше сердце есть ли какая-нибудь поддержка ваше сердце находится с левой стороны прежде чем мы уйдем левая сторона вашего тела это то место где находится ваше сердце а левая на латыни означает зловещие вот почему библия говорит нам что ваше сердце коварно и кто может знать об этом почему потому что она расположена с левой стороны а левая сторона зловещие до проснитесь это правда ну что же у меня есть бог в моем сердце живет иисус нет это называется солнечное сплетение солнечное сплетение означает что солнце символически изображено в вашей груди это место называется солнечным сплетением когда они собираются вскрыть вас вытащить ваше сердце и отдать его сыну божьему с у н они с о н ну что же джордан меня сейчас перерыв у нас здесь нет времени я ценю что вы продолжаете проводить время со мной комментарии просто сводит с ума джордан вы только представьте что комментарии просто сводит с ума я и все остальные люди которые поддерживают вас говорят вам продолжать в том же духе давайте не будем останавливаться на достигнутом я хочу большего я хочу большего другие люди очень расстроены они очень злы на вас за то что вы знаете ли разрушили их религиозную идеологию и это как бы связано селом территории но да я ценю что вы пришли я хочу чтобы вы снова были на связи и продолжили с вами диалог я ценю это нам есть о чем поговорить я знаю что вы можете продолжать продолжать и продолжать единственное что я ценю вас это то что когда речь заходит о человеке личности иисуса чувак я действительно чувствую что вы находите отклик у него но я чувствую что религии все остальное что с ней связано это то что я ценю вас это ватикан это что мы знаем о христианстве сегодня является сатанинским это абсолютно сатанинское занятие иисус был бы против этого я верю что вы тоже так считаете но когда речь заходит об иисусе из книги мне кажется, что у вас с этим человеком много общего. Ну что же, спасибо. Это вы. Я очень ценю вас, Джордан. Мы скоро повторим это снова, чувак. Большое вам спасибо. Все в порядке и спасибо вам. Все зависит от вас. Я всегда здесь. Я знаю, что вы мой брат. Большое вам спасибо, человек. Пока-пока. Шалом.